приветствую любителей спагетти фабрик и заводов в эфире инженерный подход канал фигакс продолжаем играть тайсон сфер программ по традиции как всегда небольшой обзор о проделанной работе отчета проделанной работе ну собственно чё в прошлой серии я поставил здесь производству серной кислоты и немножко графена вот он как видите уже здесь едет дальше я не на запись тут слегка перераспределил проапгрейдил мол перераспределил ресурсы все-таки я каменные блоки решил забирать отсюда немножко нарастил мощность блоки поедут отсюда здесь у меня стекло которое забираю отсюда как никогда кстати оказалось тут местное такое небольшое подсобное производство этого самого стекла очень даже к месту и подготовил все для производства конвейеров тира 2 для ассемблеров тира 2 и разумеется сортеры tier 2 tier 3 ну и небольшая заготовка на наверное далекое будущее пока что это конвейеры tier 3 которые тянут аж целых 30 предметов в секунду по себе и вот тут вот я подготовил тоже сразу цех по производству моторчиков как только я сюда подведу вот эти вот все ресурсы они начнут мне выдавать необходимые для молла движки турбины и вот это вот все но много еще нужно сделать и конечно же в первую очередь подготовить на переплавку чтобы вот эти вот три белта полностью запитать железом и медью поэтому устраивайтесь поудобнее хватайте съестное чем это все дело запивать и мы начинаем ну что ж тут я стою перед своим запасным складом но это не не то чтобы запасной но здесь чего только нет я всякие лишний хлам из инвентаря сюда перекладывал по мере перестройки да как видите я вот эту лапшу все оптимизировал здесь вырулил немножко место по центру не знаю зачем пригодится ну здесь как я уже говорил у меня все распланировано и готово к производству мне нужно только изучить ассемблеры tier 2 не у меня внезапно еще не изучены закинем в очередь здесь еще нет электричества здесь много чего не хватает электричество ты обеспечу это вообще не проблема так и вот так а по подъехал у нас увеличение инвентаря отлично это пригодится отлично работает мол пока я все это здесь перестраивал у меня накрафтились дополнительные вещи вот например вот эти плавилки мы сейчас нужно будут очень сильно ну как я уже говорил оттуда я решил забирать железо не железо стальные балки и каменные блоки здесь накинул производство для продвинутых складов можно было бы это делать здесь но как бы уже все мол закончился конечно можно было сдвинуть ровно на один блок на один такой ассемблер но я решил не заморачиваться с этим блоков здесь более чем достаточно на отсыпку хватает тем более хватает на склады графен поедет отсюда в этом направлении он нужен на молли пока только для ассемблеров тира второго потом впоследствии он мне понадобится вот я здесь сплиттером делю он пойдет на конвейеры третьего уровня давай это дело подключу езжай поехал графен дальше идем ну про стали и камни я уже сказал просто берем подключаем это и подключаем вот это уже большие склады накрафтились ваще огонь и сейчас у меня пойдет производство дополнительных всяких штук а еще стекло да я подвел стекло потому что она требуется для сборки химических заводов лабораторий и вот этих вот гемкостей для всякой жижи все остальное ничего особо не требует и кстати я с удивлением обнаружил что шерстерни примерно к половине заводов чуть меньше чем половине заводов вообще тоже не нужны до крафтен едет отлично подключаем стекло наслаждаемся красотой надеюсь я все правильно тут сделал много нормально все работает даже везде лимиты выставил до лимиты везде по одному стаку да вот они емкостя вот они лабы и химзаводы их мне нужно будет много смелтеры забрал ленты хватает сортеров хватает вышек тоже более чем что еще ну да этот ветряков напихал чё вот это вот такое и зачем это все нужно это я объясню чуть-чуть попозже и но как вы поняли уже да наверное слышали во вступлении это завод по производству моторчиков и турбин где-то вот в этом месте я планирую разместить колонны переплавки чего у нас по электричеству но пока нормально пока держим как я хочу вообще и что плавить ну во первых так сколько у меня нужно будет ресурсов так 300 красных 600 синих 600 синих это много ладно я пока это не буду отключать тем более пошла работа да там сейчас должны крафтится они не будут они крафтится там сейчас пока завода всякие и лаборатории крафтится потом пойдет еще железо на производства конвейер вторых поэтому пока что отключать эти заводы я не буду я хочу в это все дело выключить подождать пока она опустеет развернуть всю железную руду в этом направлении и вот здесь отпустить цеха переплавки конвейер второго тира перетаскивает на себе 12 а этому в секунду то есть так как бы мне это воткнуть но наверное зачем мне чанки отступать я вот так наверное и начну вот так раз два три четыре пять шесть тут все просто параллельный экватору ставим с на расстоянии в одну клетку 12 печек заряжаем им задание железные слитки и все это дело мы разумеется сюда сейчас раскопируем вот это вот цех переплавки железных плит получился и выдавать он будет 12 секунд этих самых плит мне пока нужно всего лишь 6 секунду целый бэлт первого уровня , пока что только одну половину этого дела , буду отсюда через сплиттер все через них родных болен начинается они вопросы тебе отсюда заведу хотел как лучше получилось некрасиво ну ладно бывает перфекционист перфекционисты должны страдать дальше мне нужны будут еще нужно вышек понаставить , запитать я как бы мне тебя еще , так красиво давай так ну и сюда просто есть пойдет тоже один конвейер размечу потом не забыть вот отлично он пойдет вот отсюда от этого сплиттера и мне так не нравится сплиттер надо здесь ставить очень жаль что нет кнопки выключения все что могу сделать это вот так вот вырубить поставить здесь сплиттер сразу пока пусть так работает на тебе ресурс так у нас увеличена мощность нашего ну давай подключим чё нам бояться я увеличил мощность и приоритет выхода туда меха и пошло изучение ассемблера тиро 2 так да это изучена логистика второго уровня изучена после этого можно будет вернуться к апгрейдом увеличить например скорость ходьбы это уже требует желтые кубы еще дронов это желтые кубы желтые кубы вообще аж фиолетовые требуют все понятно и возможность летать в космосе но пока я к этому не готов ну вот это пока ладно не буду очередь закидывать чтобы мне не надо давай с нуля поставлю чтобы мне жрать целый бэлт железной руды что-то были на сморе не скопировали сволочи и выдавать целый бэлт вот этих вот колечек мне нужно смелтеров поставить больше 6 больше 12 потому что там рейты производства слегка другие да там полтора раза больше их нужно то есть если здесь 6 стоит на одну половину мне их нужно ставить 9 в ряду правильно что 8 9 второй ряд мне не потребуется но тем не менее я здесь для верности так ладно я наверно так прокину и мне нужно вспомнить вот здесь мне какой ресурс куда нужен а колечки мне нужны сюда все-таки я сюда подам основной ресурс почему я не кидаю сюда 2 был например 2 тира да ну не хочу пусть все будет для колец будет подаваться свой ресурс для плит а свой отдельный мне не надо это ломать мне уже это не нужно я наворовал немножко графита надо бы еще спереть чтобы мой мех не прокисал я конечно могу наставить этих зарядных столбов везде нафиг не надо выгружать ресурс будем сюда впоследствии когда-нибудь вот это железо закончится закончится железо еще откуда-нибудь мне надо будет здесь ставить логистическую станцию с нее будут дроны в нее будут привозить руду откуда-нибудь и труда будет разъезжаться по вот этому цеху переплавки потом когда-нибудь для этих магнитов я поставлю еще второй ряд меня пойдет сразу целый конвейер второго тира битком забиты магнитами но их таком количестве не нужно будет на самом деле так ну давайте я вас вот так вот подцеплю сюда ну и собственно осталось запитать сортеров накидать но и до электрички здесь прокинуть и подвести ресурс пока что предварительно мне придется довольствоваться вот этим одним маленьким месторождением железа я сейчас его обмажу как следует бурами не зря у меня апгрейд прокачан для этого дела вот прям вот вообще некуда мне девать эти вышки давай их наверное а все одной вышки все решилось но все равно мне придется тогда для меди здесь сделать отдельную переплавку отступив самую малость допустим где-то так мне нельзя забывать что здесь мне еще потребуется развернуть иметь в том направлении она пойдет вот сюда еще к тому же и здесь будет нефтянка но нефтянка далее для нее он мостик приготовил все эти ресурсы мне нужно еще будет разделять сплиттерами заранее поэтому пожалуй где-то вот тут вот в этом вот месте их поставлю так один нет не так здесь будет сплиттер для меди здесь будет сплиттер для колец и вот этот сплиттер для железа вот так железо отсюда подается сюда на все верно отсюда едут магниты все сходится и вот здесь будет медях для медяхи сейчас я цех переплавки выставлю медяхи на самом деле можно не так уж и много на раз уж на то пошло 6 штук я влеплю выход ее будет здесь да тут камушки поблизости я все-таки задеваю ничего с этим не поделаешь вот так вот чем мне нравится сплиттер они вообще не требуют электричества железо начало сюда подъезжать прекрасно здесь будет медь впоследствии эти цеха переплавки будут расширены в огромном количестве не могут занять чуть ли не всю планету но это не скоро и откуда вообще сюда пойдет медь но по-любому с этой стороны без вариантов и надо бы еще подумать как ее как сделать чтобы она не пересекалась с входящей железной рудой нормально кстати вот этим столбом запитываю вообще все железная руда чем не с тобой делать но уже напрашивается есть небольшое разделение пополам ты же можешь так на ты можешь железо пойдет вот сюда второй ряд я потом подключу чуть попозже может даже не на запись сейчас это вообще не к спеху ассемблеры практически подъехали я пожалуй тогда вот так вот это дело отрежу здесь закину лишнюю руду пускай все это вырабатывается в нули ну можно вот так вырубить зажатым контролом лишний ресурс я выкидываю и чего у нас получается это все сейчас уработается и мне нужно все эти ресурсы куда-то девать еще и вот так надо будет отрезать желательно их развернуть в этом направлении конечно пока не получится вот чё получится сейчас сделать вообще огонь железо и магниты сейчас поедут куда надо еще тебя накинул осталось мете разобраться с меди в это проще все организовать ее надо будет вот здесь вот ковырять допустим раз ты уже никогда у тебя так развернуть то хитро но только если вот так без вариантов но мне многое не надо этого более чем еще бы как нибудь тут разминуть наверное сплиттер надо будет переделывать да но это не точно это вовсе не точно я могу пустить по второму этажу вывести например вот сюда получится такая немного колхозная времянка но тем не менее это будет работать внезапно конвейер у меня начали заканчиваться до подъехали ассемблеры второго уровня для их производства мне нужны будут процессоры эти самые процессоры я сегодня разумеется тоже намеренно на наладить их производство автоматизировать чтобы все это у меня варилась крафтилась масштабно и максимально эффективно по крайней мере насколько мне помогают нынешние технологии да пока что вот такой вот получается немного странные макароны завод но это хотя бы работой потом все равно переделывать придется энергии хватает у меня принципе сейчас там все ровно лишнее медь я тоже сейчас вырублю и направлю в этом направлении в эту сторону так двину убираем чё там все у меня хватает до меня хватает все кроме этих товарищей и я не запитал вот это держи ну разумеется все эти конвейеры я заберу себе так иду объяснять что здесь вообще происходит и почему потому что ресурсы подъехали здесь все в рейтах причем рассчитано это на ассемблеры второго уровня и так здесь у меня делаются катушки можно условно вот этот большой цех разбить на два вот эта черта вот где вот этот android стоит потому что все соотношения здесь именно выстроены вот по таким кусочком за основу был взят электри электромотор потому что его нужно больше всего что получается один мотор делается две секунды для этого производства нужно одну шестерню и одну катушка индуктивность но естественно две плиты одна шестерня в итоге делается одну секунду то есть два таких завода легко могут снабжаться одним заводом шестеренками из какой скорости подаешь 075 слишком мало закидываем это сюда это сюда это сюда разумеется заводы с моторами сами должны кушать еще там уже железо блин чуть не промахнулся далее тихо не та кнопка вот эта кнопка нужно этот рецепт копируем вставляем катушки индуктивности делаются две штуки в секунду здесь эти самые две штуки в секунду уходит как раз даже с переизбытком они идут сюда на этот завод на оба два но так как я все это дело удвоил а здесь еще и поставил электромагнитную турбину то катушек индуктивности мне понадобится примерно 6 секунды с небольшим запасом так как жрется ровно одна в секунду для электромагнитной турбины и одну в секунду один секунду электромотор она также потребляет сама делается всего лишь половинка в секунду очень мало но в итоге получается что два завода с электромоторами не 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 что так нельзя давай наш апгрейд пилим сейчас об чего получилось до сортер марк 2 прикольно это сюда здесь у нас катушки индуктивности производятся и потребляются и электромоторами и вот этими турбинами соответственно вот эти два завода жрут вижу все правильно посчитал эти два завода жрут одну катушку в секунду эти два завода жрут еще одну катушку в секунду это вот этот один завод плюс вот это вот шняга жрет тоже катушку в это еще можно сказать полтора зовут ну половина всего три можно с избытком с небольшим запасом это нормально запитываем тебя запитываем тебя и тебя всех вас запитываем ресурсы сюда сюда этому делу будем выгружать у них рейты какие 05 более чем достаточно вот этого одного лишнее так мы как видите я даже сюда еще не протянул на выход конвейер лучше все-таки накинуть производится 2 в секунду поэтому нужен сортер второго тира для выгрузки это сюда это сюда и конечно же мы это дело кушаем в таком вот виде все нет осталось еще сюда ресурсы подать дожди нажрешь ты 2 в секунду блин поэтому здесь по-любому только сортер второго тира и сюда кстати желательно тоже медь я подаюсь дальние полосы потому что реально нужно очень много магнитов все ставим вышку например одно сюда одно сюда это дело должно начать работать поехали катушки поехали шестерни исследования мутятся моторчики поехали первые а тебе чего не хватает а тебе пока еще ничего не хватает потому что не наработался ресурс ну да есть шестеренка все хватает эти завода работают поехали турбины да все ровно практически идеально смотрим сюда чего у нас получилось а у нас тут на вход ничего не стоит тебе как его сортером тира второго требует электромоторы и сортеры тира первого держи и ты держи потому что для конвейера нужны конвейеры первого тира в количестве трех штук и электромагнитная турбина которую ты будешь забирать не отсюда ты забирать и должен вот отсюда да и ты ее уже забираешь и уже мне крафтишь чертовый конвейер красава и здесь же у меня стоит производство сортеров третьего тира для них нужны тоже вот эти самые электромоторы он их уже и он их не успел еще наворовать потому что слишком медленная рейд производства но это нормально ассемблер mark 2 вот он подъехал скорость его полтора раза выше что не может не радовать он начал кушать графен начал кушать ассемблеры первого тира и ему осталось подвести процессоры процессоры приедут вот оттуда вот пришло здесь немножко макарон развести ну что поделать чё тебе не хватает тебе не хватает турбин но до этого еще дойдет тем более сортер третьего тира мне пока особо не нужен ну и вообще что у нас получается все медь здесь закончилась это дело я сейчас подключу сюда допустим так лишнее вырубаем кстати вы за силикон я заберу он мне сейчас понадобится иметь для молва надо будет как-то вот сюда завести еще но это отдельный разговор вот от этого сплиттера нужно будет вытянуть в этом направлении этим я займусь не на запись между сериями потому что этот процесс долгий непростой тут чё все закончили да у меня начали заканчиваться мои синие кубы быстрого однако хорошо мы это дело сейчас быстренько разберем без проблем куда едут эти колечки вообще они едут на производство на для молу окей пусть пока будут я вырублю я тоже вырублю стоять это мне понадобится вот это мне не понадобится примерно вот досюда так очень много вот этого барахла потом его еще раз кидаю куда-нибудь шестерен я возьму один стак пригодится сколько 227 штук пока хватит сколько у меня буров буров у меня пока хватает смелтеров пока хватает то что у меня проседает наука вообще не страшно для мола пока тоже всего хватает я здесь немножко подготовил ну чисто временно дополнительный один бур на для из для потенциального увеличения вот это вот мощности переплавки стекла плюс весь лишний камень поедет вот в этом направлении потому что где-то вот тут здесь он переедет и отправится в эту сторону вот здесь вот у меня будет массив переплавки силикона будем делать не силикона кремний конечно же просто на английском это пишется как silicon or то есть силиконовые кремниевая руда делается она 10 секунд из десяти кусков камня то есть один смелтер будет жрать один камень в секунду но выдавать он будет всего лишь одну единицу этой самой руды а это руды нужно целых две штуки чтобы изготовить один единственный очищенные кремнии ну либо кремниевый слиток либо силиконовый слиток и именно этот самый силиконово-кремниевый слиток мне нужен для производства полупроводников микрокристаллических компонентов проще говоря всякие транзисторы твердотельные емкости и все прочее и и они нужны для производства процессоров процессором я еще вернусь задача у меня сейчас сделать кремний вот этот вот этот вот камень и вот этот час уйдут в расход плюс еще он там вдалеке есть лента второго тира позволяет мне плавить сразу 12 в секунду этого всего барахла то есть я сейчас понаставлю 12 печек 6 с одной стороны 6 другой ну допустим да вот так раз два три да еще одну сюда 4 5 6 такие меры разумеется временные да я поэкономлю ленту пожалуй науку запускать пока не буду наверное ну вот эту включу на все да у меня же красным красное то у меня кубы крафтится спокойно и не зависит от производства железа эффективность добычи ресурсов я увеличить не могу это я увеличить не могу здесь везде уже требуется желтые кубы к сожалению по апгрейдом все и нужно мне этот конвейер подать отсюда уточняют оттуда завести и вот от этого камня давай считать шесть и шесть это всего лишь первый тир конвейер здесь еще семь вен они же жилы но кстати добывают они на 10 процентов больше так что нифига здесь не так это работает давай апгрейдить через шифт придется куда деваться да нормально это работает у меня карман добавился конвейер первого тира и отнялся конвейер тира второго это я заберу я забирую а вот это я положу сюда мне его слишком много не надо заодно у меня еще на крафтится дополнительный конвейер так тут чем все подключено все норм давай я тебя подцеплю кину где-нибудь ветряк ну чтоб не хочет он цепляться скотина давай так тогда без проблем да это спускаем на землю тянем туда нет это мы на землю пока спускать не будем вот так тогда лучше спустить меньше места займет здесь еще не 12 камня в секунду но уже почти догнать это нужно вот до сих и где-то здесь мы будем это дело добавлять там понадобится буров буквально пару штук я их прошлой серии уже поставил но решил немного снять вмешались вот один ну и где-нибудь 2 чисто запасной если соединять конвейеры вот таким образом то получится что они вот эти ребята не смогут выдавать свой ресурс вот сюда на ленту если она будет переполнена это нормально меня это вполне устраивает так давай вот это за апгрейдим где это возможно ну вроде все камушек у нас крафтится да отлично вроде даже и ленты хватает чтобы все это вот сюда закинуть ставим рецепт силиконовая мать ее руда нам впоследствии эту самую силиконовую руду нужно еще переплавить вот из этих 12 заводов мы получим всего лишь навсего 1 и 2 силиконовой руды в секунду в принципе я мог бы два вырубить для круглого числа да точнее ладно я их поставлю но подключать сейчас не буду и что дальше почему так ну чтобы получить ровно одну единицу руды в секунду это одна единица руды в секунду нам выдаст всего лишь половинку силикона в секунду это очень мало то есть вот этих вот ребят достаточно чтобы запитать всего лишь один смелтер который будет где-нибудь я не знаю но тут стране его поставлю и он один будет с огромной скоростью клепать и потреблять у меня эту самую силиконовую руду выгружать я естественно буду это на медленные конвейеры допустим так уже не до красоты вот это производство впоследствии я разумеется уберу как только начну летать между планетами налажу логистику и у меня пойдет массовая выплавка уже непосредственно силикон добычи силиконовой руды и ее переплавка там на месте запитываем одну сторону запитываем тихо нет тебя не будем запитывать и выгрузка обязательно можно конечно вот эту этот массив удвоить но мне чтобы это сделать надо еще больше добытчиков там ставить туда буры кидать и мне столько кремния на самом деле сейчас и не нужно так да да я увеличил максимальное количество на которые можно стакать всякие склады и лаборатории емкости резервуары и вот это вот все подожди-ка сейчас вот так красиво сделаем средние ребята не запитались в итоге досадно чё по энергии просадок пока нет отлично медленно но верно начала перерабатываться у нас наша каменная руда ну или просто камень подаем это сюда тебе держи это лишняя руда которая тут в камнях была найдена ну и где-то вот тут вот я уже отсыпал место специально заготовил для производства процессоров да ассемблер у меня есть всего хватает схему процессоров я сейчас соберу под них подведу ленты а вот ресурсы для них нужно будет забирать откуда-то оттуда наверное тянуть либо 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 даже не знаю смолу я это не возьму оттуда воровать это тоже далеко просто вот там вот прекрасно удобно очень расположены залежи железа и меди их можно по-моему даже увидеть но это не точно итак процессоры как вообще этот расчет производится ну как всегда от конечного продукта три секунды делается один процессор соответственно три завода процессоров три ассемблера буду делать один процессор в секунду и жрать они будут при этом 2 полупроводника в секунду чтобы мне изготовить 2 полупроводника в секунду мне нужно 4 завода с ними и эти самые 4 завода будут жрать на секундочку 4 кремниевых слитков в секунду это очень много И как сами видите, я половинку, чтобы выдать, половинку в секунду, построил целый массив Это мне нужно со всей планеты сюда согнать камень, чтобы наплавить 4 в секунду силикона Либо я где-то слетаю, изучу сейчас космические путешествия, эти перелеты у своего меха Слетаю на другую планету, поставлю там производство, добычу руды кремниевой Буду плавить ее на месте и сюда возить Для этого мне нужны будут межпланетные логистические станции, открываются они достаточно быстро Итого, ставим 3 завода с процессорами Я пока буду ставить ассемблеры тира первого, потому что для второго тира мне, соответственно, нужны эти самые ребятули Также для этих трех заводов нужно будет 2 в секунду вот этой вот печатной платы Делается она 2 в секунду ровно одним заводом, одним ассемблером, который я здесь же рядышком и поставлю Вот так И именно сюда нужно будет подавать медь и железо Ну и еще медь мне нужно будет подать для полупроводников вместе с силиконом Полупроводники я размещу с этой стороны 2 в секунду, 2 в секунду Как бы мне у вас так Давайте опущу с этой стороны, с ближней Подальней поедут полупроводники И ставим 4 ассемблера на полупроводники Такая вот схема незатейливая получилась Так, выгружаетесь вы в этом направлении, допустим 4 штуки И вот отсюда издалека запитываетесь 0,75, 1, 3, 2, нет 2, 3, ну хотя можно Да, можно Можно себе это позволить Вот так вот это дело забираем Эээ, стой, 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 тебе это не надо Вот так Давай для красоты, для перфекционизма Сделаем все По фуншую Вот так вот выведем Раз, два, раз, два, раз, два Выгрузка, погрузка Тебе нужна выгрузка Причем не полторы в секунду, а два Поэтому здесь нужен вот этот товарищ Меди, железо он жрет два, меди один То есть железо я подаю Откуда-то на ближний белт И откуда-то вот отсюда я подаю Так Для этого мне понадобится открыть карту Открыть монитор ресурсов Вон где у меня медь и железо Эти ребята поближе будут Но чтобы от них забрать этот ресурс Мне понадобится тянуть это сюда Здесь ставить сплиттер на мол Потом еще один сплиттер сюда тянуть И сюда это гнать Что-то мне лень это делать Поэтому я лучше здесь поставлю Отдельную кустарную карманную переплавку И подведу сюда один Ну два белта с ресурсом И все, и никаких проблем Железо пойдет по ближнему к конвейеру Ну допустим вот так Медяха по дальнему Запитали сплиттер Мне нужен будет вот здесь на меди Причем Даже не здесь, а вот Как бы мне тебя так красиво-то изобразить Вот так Сплиттер на меди я воткну Здесь Потом вот этот завод Можно будет отмасштабировать Разумеется В любую сторону В ту, в эту, сюда Скорее всего А, мне в эту тоже не выйдет Что-нибудь придумаю Это сюда Это едет вот сюда Что тебе надо? Нормально же все Ого, огонь И отсюда мы Кремний забираем в этом направлении Сейчас дроны все растают Энергии у меня более чем достаточно Это можно вырубить Оставить ветряк Сюда подогнать Давай вторым тиром запитаю Чтоб все было по фэн-шую Одна секунда Но можно было вот это тоже Первыми сортерами, конечно, запитывать Но мало ли что Ставим вышку И все это у нас получается Запитано О, а ты не запитан Починили Энергии хватает Так, эти ребята все, что нужно Получают Мне нужно подготовить для них Выгрузку И накинуть их Вот туда Давайте вы поедете Вот так С этой точки я вас поднимаю Наверное На третий уровень Потому что там вы тоже на третьем А то даже и на четвертом У меня сидите Можно выгружать Обычным сортером Ну и все Кремний поехал Процессоры Вот они Они поедут исключительно Для ассемблера второго тира Это очень важно Я наконец-то перестану Держать в голове Вот это вот Штраф производства К скорости его Мне нужны Вот эти ребята Они у меня закончились К сожалению Чтобы они у меня появились Мне нужны Нужно железо В первую очередь Да, внезапно у меня еще Какая-то наука изучилась Прекрасные новости Нужно у меня отсюда Железо как-то аккуратно забрать Аккуратно не получится Придется это делать Неаккуратно К великому моему сожалению Тянем, потянем Куда мы хотим Это подтянуть Вот к этому сплитеру Нам это нужно подтянуть Ну что ты делаешь Ну давай так Потом спустишься Вот здесь Да, отлично Только я Поторопился слегка Сплитер мне здесь не нужен Он нужен здесь Заводим это сюда И вот сюда Да, опять приходится колхозить Железо поехало Все это очень Некрасиво Не по рейтам, разумеется Но что я сейчас могу сделать Я могу Спокойно Вот это заапгрейдить Да Давай тебя Заапгрейдим Ну и тебя Сейчас все это будет слегка Некрасиво Неаккуратно Зато точно будет работать Ну я думаю Я думаю вы замысел поняли Да И вот это тоже апгрейдим Вплоть до сплитера А здесь уже У нас пойдет Вот она поехала Железо быстрее И у нас выходит Два полных Должно по крайней мере По цифрам Выходить два полных Конвейера Железных слитков Здесь у нас Компрессия не полная Это нормально Я сейчас еще Вот этих ребят Сюда подтяну Кстати говоря Только их надо будет Разбить Наверное пополам Твой ресурс Я потяну Вот так Естественно Вот этот Нужно будет Забрызть На второй тир А вот отсюда Я потяну Руду В этом направлении Вот так вот Давай проверим 6.8 Да Здесь будет больше 6 в секунду Производиться Поэтому нужно Это дело Отгрейдить О Если это тянуть Тоже работает Прекрасно Все Теперь железа Точно хватит На все И на всех Едет оно Просто в огромный Количествах Мол Будет доволен Ну и Медяху Надо тоже Сюда Вот Воткнуть Вот в это место Раз уж Начал С Медяхой Будет Проще Кидаем ее На второй уровень Где-то здесь Переходим На третий Доезжаем сюда Спускаемся Спускаемся И Поворачиваем Все Медь Подключена Приоритет Выхода Туда В сторону Науки И Кстати Говоря Мне Понадобится Еще Один Конвейер Который Я С Железной Пластиной Который Я Потянул Что Тебе Не Нравится Нормально Все Прям Как-то Вообще Очень Хорошо Получилось Приоритет Выхода В этом Направлении Должен Ити Отлично Что Остались Только Магнитные Магнитные Колечки Все Это Дело Я Сейчас Починю Это Что Это Не В том Направлении Едет Дела Ой Дела Делишки Как же Мне Вас Подключить Чтобы Вы Ехали В том Направлении Это Черт Побери Вот Здесь Где-то Надо Будет Сплиттер Втыкать Целую Прорву Прорву Магнитов Лишних Я В кармане Сейчас Получил Наверное Я сделаю Так Временно Еще Их И отсюда Заберу Мне Изучить Супер Супер Магнит Супер Магнит Стейшн Который Позволяет Между Планетами Перевозить Ресурсы Все Это Дело Требует Разумеется Титана Переплавленного Обработанного Как раз С этим У нас Могут Возникнуть Проблемы По крайней Мере Поначалу За Титаном Нужно Будет Летать Вручную Такая Уж Беда А че Ж Вы Молчите То Что Вы Не Запитаны Господа Сортеры Держите Все Получало Так Добывалки Есть Плавильни Есть Что Мне нужно Сделать Мне нужно Сюда Загнать Железо И Медь Ну Поехали Допустим Как-то Так Зачем Ехать Когда Можно Лететь У меня Правда Графит Заканчивается Где Вы Вижу Железо Вижу Медь Отлично Ох Сколько Тут Деревья Целый Лес Сейчас Придется Его Вырубать Здесь Понадобится Вообще Минимум Железа Так Сюда Сюда Допустим Вот так Здесь Смелтеров Буквально Штуки Три Поставлю Не больше Это Даже Уже С Избытком Чисто На всякий Случай Очень Не хватает Системы Блюпринтов Да Я видел Есть Модификации Пользовательские Которые Позволяют Копировать Здание Вместе С Прикрученными К ним Прицепленными Сортерами Но Это Пока Не то Этого Пока Недостаточно Надо было Ветряков Побольше Взять Придется Лететь Обратно Подцеплять Сюда Электричество Потом Вот Меди Мне понадобится Гораздо Больше Я наверное Здесь Сразу Вот так Вот это Все Напхаю Потом Нарощу Вот так Вот Подальше Выведу Здесь Еще Одна Добывалка Будет Заведу Куда Нибудь Сюда Отстань Сюда Здесь Как Сплиттер Приляпают Прям Вообще Красиво Получается Выход Из Сплиттера И Меди Там Нужно Будет Довольно Таки Много На Все Про Все Так Что Я Поставлю Здесь Сразу Штук Шесть Половилок Которые Будут Жрать Шесть Ресурсов Секунду Все Нормально Так Где Там Че Но Не Так Уж И Далеко На Самом Деле Но Все Рано Прилично Придется Тянуть Так Пока Мои Боты Работают Да Здесь Раскидаю Сейчас Вот Это Да Надо Выставить Рецепты Оставшиеся Ветрики Закинуть И Останется Мне Все Это Дело Соединить С основной Электро Системой Заводом Моего Мега 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 Фабрики Пока Не Мега Не Мега Так Чисто Не До Мини Скорее Мега 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 И Едем Туда Ну Для Вас Этот Процесс Пройдет Вообще Незаметно И Естественно Вы увидите Уже Конечные Плоды Моих Трудов Здесь На дороге Нефтянка Кстати Ее надо Будет Вот так Обгибнуть Даже Да Фуф Ну Вроде Все В процессе Расстановки Конвейеров Они у меня Закончились Благополучно Пришлось Слетать На Мол Закупиться Заодно Забрал Вот эти Ветрики Расставил И Их Тоже Их Внезапно Стало Очень Много И Стало Хватать Чуток Не сошлись Ребята Ну Ладно Ничего Страшного Закидываем Сюда Медь Сюда Закидываем Железо Блин Ну Что Вы Делаете Ну Серьезно Ну Кто Так Соединяет И Любуемся Красотой Тебе Тебе Хватает Ну Тебе Это По-любому Хватает Вам Сейчас Всем Все Хватать Должно Да Пошел Процесс Процесс Над Процессорами Пошел Так Пока Небольшая Небольшой Недостаток А почему Чуть и не хватает Эти ребята Производят Все максимально Эффективно Но Потому что Да Чипов Тоже Пока Маловато Самой Крайней В очереди Ассемблер Пока себе В буфер Накидывает Целую кучу Полупроводников Потом Когда он Обожрется Эти Полупроводники Начнут Накапливаться С этой стороны И всем Все станет Хватать Почему Нельзя Поставить Выгрузку Например Вот так Вот 4 и 3 Между ними Ассемблера С процессорами Потому что Это будет Неравномерная Запитка Вот эти Два Центральных Точнее Да Вот эти Два Центральных Ассемблера С полупроводниками Будут Постоянно Пустые А вот эти Два Будут Немножко Перевыполнять План Ну все Печатные Платы Копятся Осталось Подождать Пока Накопятся Вот эти Вот ребята Да Ну до этого Дело Тоже Дойдет А они Накопятся Очень нескоро Потому что У меня Производство Кремния Как видите И как Вы помните Оно у меня Не максимально Эффективно Нужно Чтобы все Это дело Привозилось С других Планет Тем не менее Ассемблера Второго Тира Ой-ой-ой Куда Столько Вы че Надеюсь Здесь Таких Плошностей Не допустил Нет У меня Сортеры Марк 3 Уже есть Давай Возьму Один Такой Сортер Может Перекидывать Сразу Шесть Предметов В секунду С ближнего Белта Если их Изучить Их Проапгрейдить То там Вообще Будет Жесть Че У меня Опять Закончилась Синяя Наука Пока Все Это Расставлял Окей Тем Тем Не Менее Восторжествуя Мы Заполучили Такие Ассемблеры Второго Тира Теперь Все Будет Строиться Исключительно Из них В Первую Очередь Они Сами Какая Красота Да Такие Вот Они Бирюзового Цвета Производство Заметно Быстрее Стало И С такими Ассемблерами Я могу Нормально Заапгрейдить Свою Науку Между прочим Да и Все остальное Вот сейчас Нужно Массово Все увеличивать Но в первую Очередь Да Мне надо Будет Подключить Вот эти Колечки Сюда Чтобы Восстановить Справедливость И Производство Синих Кубов Ну А эту серию Буду заканчивать Всем спасибо За просмотры Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Пишите Комментарии Запрыгивайте К нам В паблик ВК Сервер Дискорда На канал Твича Тоже Заходите Стримы Там Бывают Регулярные И периодические И фигинг И я Чего нибудь Там Веселое Мутим Увидимся В следующей серии Всем пока